А сейчас сюрприз. Всегда приятно делиться своим открытием. Вообще, открывать талант – это, по-моему, самое счастливое занятие. Открытие таланта всегда вызывает подъем эмоций, подъем творческих сил. И так получилось, что я не был знаком почему-то раньше с Мариной Левиной. Познакомился с ней прошлым летом в городе Кизиме, вернее, поселок городского типа на фестивале памяти Юрия Висбора. Дело в том, что Висбор Юрьевич после окончания педагогического института имени Ленина работал в школе учителем. Это был 1955 год. И там об этом вспомнили, устраивают фестиваль, уже седьмой был фестиваль памяти Висбора. На школе, где он работал, висит мемориальная доска. Уже Варвара Висбор туда приезжала. А в последний раз я познакомился с Мариной Левиной из Перми. Ну, она уже сложившийся автор и совершенно справедливо, она не участвовала в конкурсной программе, была просто гостем фестиваля. И я сразу, у меня сразу ухо, как говорится, сделало стойку, как только она взяла несколько аккордов и запела. И она тогда пела не свои песни, а песни Михаила Анчарова, за что ей было отдельное спасибо. А сейчас я хочу познакомить вас с Мариной Левиной. Пожалуйста, Марина, идите сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну, теперь что-нибудь скажите. Вы знаете, я очень благодарна судьбе, жизни, что в жизни моей встречаются такие замечательные люди, Сергея Яковлевича и многие другие, которых я сейчас перечислять не буду, потому что сейчас перед вами выступает Сергей Яковлевич. И я очень признательна ему за доброе слово, которое услышала в свой адрес. На самом деле, очень вдохновляет. Для меня это большой человек, учитель. С чего мы начнем? А, ну вот, мне хотелось, чтобы Марина вспомнила песню Владимира Высоцкого на начало. Я несла свою беду по весеннему по льду. Надловился лёд, ушла, оборвалась. Ко мне под воду пошла, а беда хоть жла, Он за острые края задержалась. И беда с того дня ищет посредо меня. Слухи ходят вместе с ней с плевотолками. А что я не умерла, знала голая ветла, И ещё перепела с перепелками. И ещё перепела с перепелками. Кто ж из них сказал ему, господину моему, Только вы до ли меня проволтались я. Не замёртывай за живой, он отправился за мной, Он за ним беда с молвой увязались я. Он настиг, меня догнал, обнял, на руки поднял. Рядом с ним все для беда, ухмылялась я. Он беден моей помог, сам-то был всего днём, Он беден, но вечный срок задержалась. Марина относится к категории композиторской ветви, Авторской песни, и вот я обратил внимание На её песни, на стихи Владимира Набокова, Что довольно-таки редко. Пусть катится небо, дыша и плестая, Вот он дар божий, бери, не бери, Вот одна воля, босарь и простая, Холод и золото звонкой зари. Вот одна воля, босарь и простая, Холод и золото звонкой зари. Тень моя ринская, тень и спалина, Сочные стебли храстят под ступнёй, В воздухе звон, разовернет равнимо, Каждый цветок, словно месяц дневной. В воздухе звон, разовернет равнимо, Каждый цветок, словно месяц дневной. Вот она, воля, босая, простая, Ухо благо на рассветной кайне. И как во тьме лебединое здание Ясные думы восходят в луне. И как во тьме лебединое здание Ясные думы восходят в луне. Боже, поистину, миг твой чудесен, Молча соврал полевую рассуд. Сердце моё, сердце полное песен, Не расплескав, до тебя донесу. Сердце моё, сердце полное песен, Не расплескав, до тебя донесу. 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 Еще одна песня на стихи Владимира Набокова. Я даже не подозревал, что у него такие песенные стихи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Еще одна песня на стихи Владимира Набокова. Марина Левина. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Еще влюбленным в улыбку нежную земли. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, Марина! Спасибо! 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 Спасибо!